Сейчас мы с вами приступим к второй части нашего заседания. Сегодня мы с вами на инференции. По окончанию этого заседания, особенно в МОСКО, можно куда идти ко мне и взять сертификат или седромы с материалом конференции. Сертификат о парке посещения конференции. Я надеюсь, вы мне позволите написать вашу фамилию и каждому сертификат. Поэтому я просто вам говорю, просто реклама. И я очень прошу вас все-таки максимально четко придерживаться регламента. Это так, чтобы ваше выступление вместе с вопросами не повышало 12 минут. Я рекомендую в Янблеве ориентироваться на длительность заклада за 10 минут. Пожалуйста, начнем. Ведущего нет. Меня зовут Евгения Панкевич. Я студентка 4-го курса ФВБ МГУ. И моя работа посвящена исследованию влияния расти глитозона на воспалительный ответ в астроцитах. Та же самая проблема, что и раньше. Извините. Пожалуйста. Пожалуйста. Отлично. Расти глитозон – это лекарственное средство, используемое для лечения диабета второго типа. Кроме того, показано его положительное влияние при терапии различных нейродегенеративных заболеваний, в частности, на уровне организма при болезни Альцгеймера. Сейчас считается, что расти глитозон является регулятором воспалительного ответа, в частности, в клетках ЦНС. На молекулярном уровне – это селективный агонист ядерного рецептора и транскрипционного фактора ПИПАР-гамма. Однако также описаны и ПИПАР-независимые эффекты расти глитозона. Однако механизмы регуляции расти глитозоном нервоспаления пока до конца не ясны. В данной работе мы исследовали регуляцию расти глитозона воспалительного клеточного ответа в астроцитах. Потому что астроциты – это глиальные клетки мозга, которые играют в нем ключевую роль в воспалительном ответе. Мы культивировали первичные астроциты крыс и создавали модель воспаления в них с помощью активации то подобного рецептора А4, лигополисхоридом или ЛПС. И это приводит к активации различных сигнальных путей. И это приводит к выбросу различных сигнальных молекул, которые стимулируют дальнейшее развитие и разрешение воспалительного ответа. Сбускаются как ПРО- так и противовоспалительные процессы. Одним из ключевых факторов ПРО-воспалительных факторов считается фактором нектоза опухоли ТНФ-альфа. Классическим противовоспалительным маркером считается интерлекин-10. Другой ген воспалительного ответа – это циклооксигеназа-2. С одной стороны, КОКС-2 считается классическим воспалительным маркером, потому что является ключевым ферментом синтеза простагландина Е2. Однако сейчас считается, что он выполняет двойную функцию в ходе воспалительного ответа, потому что другие простагландины его биохимического каскада могут играть противовоспалительную функцию. И на самом деле именно эти гены мы выбрали для оценки влияния ростеглитозона на воспалительный ответ. Хотелось бы также отменить, что регуляция воспаления происходит на различных уровнях. И в частности, в последнее время особое внимание у ученых привлекает посттранскрипционная регуляция МРНК про воспалительного ответа. В частности, показано, что МРНК таких генов во многих клетках стабилизируется в ответ на ЛПС. Однако данные работы выполнены в основных клетках иммунного происхождения, а что происходит в астроцитах, оставалось неясным. Перед нами стояли следующие вопросы. Как влияет ростеглитозон на экспрессию данных генов при воспалении в астроцитах и каковы механизмы его эффектов? И могут ли влиять ЛПС и ростеглитозон на стабильность МРНК данных генов в астроцитах? Мы обнаружили следующее, что ЛПС приводит к индукции экспрессии всех трех генов, что согласуется с данными, полученными на других клетках. Также выяснилось, что ростеглитозон приводит к увеличению ЛПС индуцированной экспрессии интерлекины-10 и COGS2 на уровне МРНК, но не ТНФ-альфа, что может свидетельствовать пользу гипотезы о противовоспалительном действии ростеглитозона в астроцитах. А ростеглитозон сам по себе, без стимула ЛПС, не изменял экспрессию данных генов. Так как ростеглитозон является агонистом трансклюзационного фактора Пепаргамма, мы решили проверить, вносит ли этот фактор вклад в эффект ростеглитозона. Мы инкубировали клетки с антагонистом Пепаргамма и обнаружили, что его ингибирование не предотвращает эффекты, вызванные ростеглитозоном. Соответственно, можем предположить, что Пепаргамма независимый эффект ростеглитозона. Поэтому мы предположили, что эффект может быть связан с участием П38 метаген-активированной протеин киназы. Мы ингибировали эту киназу предварительно перед обработкой клеток другими веществами. И выяснили, что это ингибирование предотвращает индукцию экспрессии этих генов вне зависимости от периодов инкубации с ростеглитозоном. Это может позволить сделать вывод о том, что для увеличения экспрессии данных генов и в условиях воспаления, в частности, ростеглитозона, требуется П38-активированная протеин киназа. Далее, чтобы оценить стабильность МРНК данных генов в данных условиях, мы стимулировали клетки с соответствующими веществами, а затем добавляли ингибитор транскрипции аксинами ЦНД, чтобы восстановить транскрипцию МРНК ДНОВА. После этого мы собирали клетки в различные промежутки времени и оценивали уровень МРНК в них. За 100% или за начальный уровень МРНК мы брали уровень МРНК в клетках до добавления аксинами ЦНД. Здесь представлены данные от деградации МРНК ДНОВА и ВЭПУЛИНА. Мы обнаружили, что ЛПС не приводит к изменению скорости деградации МРНК ДНОВА, и ростеглитозон также на неё не влияет при воспалительном ответе. Мы также заметили, что время полужизни МРНК ДНОВА составляет приблизительно 15 минут в астроцитах. Это довольно низкое значение по сравнению с данными, приведенными в литературе. И поэтому мы решили проверить, что в данных условиях МРНК БЭПУЛИНА также остается стабильной, что соответствует данным, полученными на различных клетках. Далее приведены данные по деградации МРНК ДНОВА и циклоксининаза-2. Во-первых, мы обнаружили, что обработка клеток астроцитов ЛПС приводит к дестабилизации МРНК данных гемов. Далее выяснилось, что ростеглитозон предотвращает эту дестабилизацию. Поэтому мы предполагаем, что возможным механизмом увеличения ростеглитозона МРНК ДНОВА может осуществляться за счет его способности стабилизировать МРНК при воспалении. В данной таблице представлено сравнение времен полужизни полученных МРНК данных генов, полученных нами и из известных из литературы. Мы получили, что время полужизни МРНК ДНОВА в необработанных астроцитах составляет приблизительно 30 мм, а в клетках, обработанных ЛПС, приблизительно 15 мм. В то же время на различных клетках, в частности на клетках имурового происхождения, в основном макрофанных и на различных раковых клетках, из-за значения при обработке клеток ЛПС значительно выше, от 2 до 10 часов. Кроме того, во всех остальных клетках ЛПС приводил к стабилизации данных генов. Это всё позволяет судить о том, что в астроцитах, возможно, происходит особый механизм регуляции стабильности МРНК. Поэтому интересно было бы искать факторы, способные модулировать стабильность МРНК в данных условиях. И мы показали впервые, что растиглитозон в астроцитах способен предотвращать дестабилизацию МРНК антивоспалительных генов интралекина-10 и КОКС-2. Таким образом, полученные в данном исследовании результаты позволяют сделать выводы, которые представлены на данном слайде. Но хотелось бы отметить, что нам удалось показать, что растиглитозон не совсем классический противовоспалительный агент в астроцитах. А уникальность его в том, что он не блокирует провоспалительные гены, то есть РНФ-альфа, а стимулирует экстрессию антивоспалительных генов, что достаточно интересно. И в малипулярных механизмах этого мы хотим раздраться в дальнейшем. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Сколько раз вы в этих целях стояли на каждой точке? Это разные примеры или не несколько раз делали? Давайте я поясню. Например, любого графика, например, этого или любой гистограммы. Это данные, полученные из экспериментов, из трёх биологической повторностей. То есть под биологической повторностью мы в данном случае понимаем выделение астроцитов из щенков-перысы, ну, из одного потомства-просята. То есть три раза на три независимых выделения? Да, три независимых выделения. А хорошая была сходимость по разным точкам? В одной точке выводим в программе? Да, внутри биологической повторности мы также делали и технические повторности в некоторых случаях. И технически я имею в виду разные посевы клеток из одного потомства. Там исходимость прекрасная. Здесь показаны стандартные склонения между различными биологическими повторностями и есть статистическая значимость, где она указана с раздочками между результатами. Ну вот. Так, а вот так грузин. Это что, первичные клетки? Ну, это... Какая-то линия? Да, насколько я помню, тут приведена одна статья, на самом деле их несколько. В какой-то точке использовались первичные клетки, но здесь я... Где 10 часов, это минимальное время, которое было найдено, наверное, в литературе. Ну, там статей было две, наверное. Возможно, это были первичные клетки, где 10 часов, и какие-то какая-то линия, где больше. А чем это такое разница большого времени, немножко? Ну, вкладывается, если не какого-то разница. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, это было бы интересно изучить в дальнейшем. Возможно, в астроцитах профиль экспрессии РНК связывающих белков, которые отвечают за деградацию РНК, отличается от других клеток, представленных здесь. Ну, понятно, он может отличаться от нюнных клеток и от раковых клеток. Мы хотели бы это посмотреть в дальнейшем. Возможно, для начала биоинформатические методы, мы сравниваем профиль экспрессии в разных клетках. Вот это. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – роль дрожжевых белков ТМА-64 и ТМА-20, которые являются, соответственно, гомологами белков ЕИФ2Д и МЦТС-1 человека. В трансляции МРНК, которые содержат короткие открытые рамки считывания в 5-4 нетранслируемой области. Я буду дальше их называть абстримой РЭД. Белок ЕИФ2Д был открыт в нашей лаборатории, и его биохимическая активность была охарактеризована инвиттером. Известно, что он может стабилизировать ТРНК в комплексе с рибосомой, а также препятствовать посадке фактора инициации ЕИФ2 на рибосому. Этот фактор известен тем, что он доставляет ТРНК на рибосому при инициации трансляции. У белка ЕИФ2Д есть гомологи – МЦТС-1, который гомологичен его Н-концом, и ДНР, который гомологичен его С-концом. Вместе эти белки образуют димер, который функционально может заменять белок ЕИФ2Д. Комплекс рибосомы с децелированной ТРНК наблюдается в частности после терминации трансляции. Однако далеко не все МРНК выглядят таким образом. Известно, что половина МРНК человека содержит в своей 5-4-х нетранслируемой области короткие открытые рамки считывания. И после прочтения такой рамки происходит терминация, и с некоторой вероятностью, с низкой эффективностью, может произойти возобновление чтения основной рамки такой МРНК, то есть реинициации. Закономерности влияния Абстриму РФ на трансляцию таких рамок были исследованы еще в 80-х годах в классических работах Мерлин Козак. Однако их механизмы до сих пор не изучены. И если белок ЕИФ2Д каким-то образом участвует в этих процессах, то он может оказаться важным регулятором трансляции основных рамок таких МРНК. Стоит отметить, что белок МСТС1, который гомологичен Н-концу ЕИФ2Д, является известным онкогеном, и в клетках, в которых нарушена экспрессия МСТС1, наблюдается измененный профиль трансляции. Целью моей работы было определить роль факторов ТМА-64 и ТМА-20 в трансляции МРНК, содержащих Абстриму РФ, а именно выяснить, как сказывается одновременное отсутствие этих МРНК в цитоплазматическом экстракте на трансляцию таких МРНК. Мной был изготовлен набор МРНК, который кодирует люциферазу светлячка и содержит различные 5-4 нетранслируемые области с различными короткими Абстриму РФ. В качестве лидера был использован неструктурированный лидер. Все МРНК были копированы и полиаденилированы. Из цитоплазматических экстрактов дрожжей, у которых отсутствовали одновременно белки ТМА-64 и ТМА-20, а также из дрожжей дикого типа были изготовлены системы для инвитиротрансляции. Две различные системы для инвитиротрансляции. И МРНК из этого набора транслировались в этих системах с добавлением люциферина, субстрата для люцифераза. Для того, чтобы подчеркнуть специфичность наблюдаемых эффектов, а именно, что эффекты мутантного лизата обусловлены именно отсутствием белков ТМА-64 и ТМА-20, в систему добавляли димер МСДС-1 денер человека, который был в нашем распоряжении, или белок ЕФ2Д. Оказалось, что отсутствие факторов ТМА-64 и ТМА-20 специфически усиливает трансляцию основной рамки на таких МРНК. Здесь мы можем увидеть значения люминесценции, которые характеризуют эффективность трансляции основных рамок. И красным у меня показаны значения в диком зипе, значения в лизате дикого типа, желтым значения в лизате дикого типа с добавлением димера МСДС-1 денер, фиолетовым значения в лизате, в котором отсутствует белки ТМА-64 и ТМА-20, а голубым значение в этом же самом лизате только с добавлением димера. Видно, что добавление димера снимает эффект усиления трансляции в мутантном лизате. Для того, чтобы определить, с чем же все-таки связан этот эффект, с узнаванием обстрима УГ, или с прочтением рамки, или с какими-то событиями, которые происходят после, мы в эту конструкцию ввели одно нуклеотидные замены. Так мы получили конструкцию, в которой отсутствует обстриму РФ. И видно, что добавление белков никак не влияет на трансляцию такой конструкции. Отсюда сделан вывод, что обстриму РФ нужна для проявления эффекта. В другой конструкции отсутствовал стоп-кодон, и обстриму РФ перекрывается в ней на 27 кодонов с основной рамкой. Здесь мы тоже видим, что нет эффекта от добавления белков, и нет эффекта в мутантном лизате. То есть можно сделать вывод, что не узнавание обстриму РФ и не процесс чтения основной рамки влияют на наблюдаемый эффект, а именно какие-то события после. И мы считаем, что белки ТМА-64 и ТМА-20 работают после или во время терминации каким-то образом, и подавляют реинициацию на основной рамке. Так как закономерности влияния обстриму РФ на трансляцию основной рамки изучены уже давно, мы решили посмотреть, как с ними согласуются наблюдаемые эффекты усиления трансляции в мутантном лизате. Известно, что после терминации рибосома может отъезжать назад и возобновлять трансляцию на основной рамке. Известно, что с увеличением перекрытия эффективность возобновления такой трансляции сильно падает. Видно, что также падает наблюдаемый эффект. Отсюда можно сделать вывод, что он каким-то образом связан с реинициацией. Аналогично известно, что реинициация ослабляется при увеличении длины обстриму РФ. И также видно, что наблюдаемый эффект ослабляется при увеличении этой длины, что подчеркивает его связь с реинициацией. Аналогичные эффекты наблюдаются на МРНК, где вместо обстрима РФ была использована люцифераза ренила. И в качестве контроля здесь мы использовали МРНК, на которой люцифераза ренила и люцифераза течка находятся в одной рамке считывания. Таким образом, отсутствие факторов ТМА-64 и ТМА-20 приводит к усиленной реинициации трансляции на МРНК, содержащих обстриму РФ. При добавлении в лизат, в котором отсутствуют белки ТМА-64 и ТМА-20 димера МСТС-1ДНР человека или белка ЕФ-2Д человека, уровень трансляции в мутантном лизате восстанавливается до уровня наблюдаемого в лизате дикого типа. На основании полученных данных была предложена модель, согласно которой белки ЕФ-2Д и его гомологи ингибируют реинициацию при трансляции бицестронной МРНК, препятствуя посадке нового комплекса ЕФ-2 с инициаторной ТРНК. И таким образом они препятствуют возобновлению чтения основной рамки. В этом случае в мутантном лизате доступ к ЕФ-2 с инициаторной ТРНК к ревосоме будет облегчен и может произойти реинициация, и поэтому мы видим увеличение ее эффективности. Спасибо за внимание и особенно я бы хотела поблагодарить Дезиславу Макееву, Елену Столбаушкину и Илью Астерману. Я готова ответить на вопросы. Я приготовила весь набор МРНК и делала все опыты по трансляции. А где вы взяли вот этот штамп, который двойной депутат? Если бы вам прям его уже дали, даже не будет висличную систему, да? Штамп был получен из другой лаборатории, из наших коллег, а бесклеточные системы были сделаны в нашей лаборатории, но до того, как я занялась этой работой. Я понимаю, что было бы разница в год проверять в год 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 в год? В принципе да. мы в смысле белки дрожжевые белки тма это дрожжевые белки у нас просто их нет пока в споряжении вот но да мы как мы сделаем этот эксперимент как только они у нас появятся они должны до повлиять точно так же но в принципе эффект наблюдается и при добавлении димера хороший то есть уровень восстанавливается практически до уровня в лизате дикого типа поэтому мы считаем что я специфичный еще вопросы есть Добрый день, коллеги. Я расскажу вам о своей работе, посвященной изучению взаимодействия процесса кристалл-интерференции и механизмов, обеспечивающих стабильность генома в клетках и шерихе коля. Криспер-система ProcurioD является одним из механизмов защиты бактериальных клеток от чужерного ДНК. Она состоит из кристалл-кассет, блокусов ДНК с идентичными повторами и разделяющими фоникальными спейсерами и ассоциированных с кристалл-кассетами КАЗ-генов. При транскрипте кристалл-кассеты образуется пре-криспер-РНК, пре-КРРНК, который процессируется с образованием коротких КРРНК, каждый из которых представляет собой спейсер, окруженный участками повторов. При заражении клетки вирусом, последовательность ДНК которого комплементарна последовательности одной из КРРНК, КРРНК связывается с ДНК-вируса с помощью комплекса КАЗКАД, при этом образуется Р-петлян, после чего нуклеазы Хириказы КАЗ-3 вносят двуцепочный разрыв в ДНК вируса. И клетка может побороть инфекцию. Если в клетку попадает ранее незнакомая инфекция, то с помощью комплекса КАЗ-1 и КАЗ-2 происходит встраивание участков вирусной ДНК к кристалл-кассету. Защитные действия КРСПР-систем называют КРСПР-интерференцией, встраивание новых спейсеров называют КРСПР-адактацией. При этом ничего не известно о взаимодействии КРСПР-систем и систем клетки, обеспечивающих стабильность генома. Однако задача выявления таких механизмов является очень актуальной. При взаимодействии двухспочных разрывов активируется комплекс РЕК-БСД. При этом белки РЕК-Д и РЕК-Б с разной скоростью двигаются в ДНК, разверзая и расплетая ее. После узнавания белком РЕК-С ХИ-сайта происходит диссоциация комплекса, и белок РЕК-А связывает образующуюся Д-петлю. РЕК-Ж связывает Д-петли и участвует в миграции, распознает застрявшие репликативные мелки и зассоциирует Р-петли. РЕК-ЧА – белок, который разрушает РНК в ДНК РНК гетеробуплексах, которые образуются при репликации. Белок РУВ-Ц разъявляет структуру ХОЛИ-Д, которая образуется при рекомбинации. В данной работе исследовалась роль некоторых из этих белков. Целью работы было исследование роли белков РЕК-Д, РЕК-Ж, РУВ-Ц и РЕК-ЧА в CRISPR-интерференции. Задачами было получить штаммы Шерихи и ХОЛИ, способные к CRISPR-интерференции и содержащие дилеции генов РЕК-Д, РЕК-Ж, РУВ-Ц и РЕК-ЧА и сравнить эффективность CRISPR-интерференции в полученных мутантных штаммах с эффективностью CRISPR-интерференции в исходном штамме. Для работы использовался штамм Шерихи и ХОЛИ-КД-403, который содержал индуцибельные козгены и CRISPR-кассету с единственным спейсером, который соответствовал к фотоспейсеру внутри генома. Таким образом, при активации CRISPR-системы в таком штамме происходит разрезание собственного генома, включается СОС-ответ, клетки удлиняются, перестают делиться и погибают. При этом при анализе ДНК обнаружилось, что возникает брешья длиной до 100 тысяч пар оснований. Мутанты получались методом трансдукции. Донорный штамм с нужной мутацией, в котором определенный ген заменен геном устойчивости экономицина, заражался фагом P1. После лизиса образовывалась некоторая часть фагов, которая содержала нужный фрагмент с геном устойчивости экономицина и окружающими участками генома. Полученными фагами заражался штамм КД-403. При заражении нужными фагами с нужным участком происходила рекомбинация, и вместо целевого гена встраивался ген устойчивости экономицина. Далее удачные штаммы отбирались по устойчивости экономицина, и также ставка была проверена методом ПЦР. Штаммы КД-705 и КД-706, Дилец и Регде, были любезно предоставлены Кириллом Доцинко, из США, остальные мутантные штаммы получены в пользу данной работы, методом трансдукции. Эффективность CRISPR-интерференции оценивалась с помощью метода Реал-тайм ПЦР. Для оценки степени деградации генома проводилась Реал-тайм ПЦР на участке генома, расположенной на различных расстояниях от протаспейсера, от 1 до 140 тысяч пар оснований. Для нормировки на количество водогенома ДНК в образце проводилась Реал-тайм ПЦР на участке гена Геразы, участке генома ДНК, который расположен на большом расстоянии от протаспейсера. Дополнительно проводилась нормировка на количество фрагмента в отсутствии индукторов. Таким образом, чем больше изменение порогового цикла, тем меньше фрагмента ДНК в образце, тем эффективнее интерференция. Для белка РЕКД, нуклеаза, хеликаза, РЕКБСД комплекса, было показано, что этот белок снижает уровень криспроадаптации. Оказалось, что делеция РЕКД снижает и уровень криспроинтерференции. На данных графиках представлена эффективность криспроинтерференции для образца без индукции исходного штамма КД-403 и мутантов КД-705 и КД-706 на разных расстояниях от протаспейсера от 1 тысячи пар оснований до 120 в разные стороны. И видим, что для всех расстояний эффективность криспроинтерференции снижается у мутантовых штаммов. При этом для 2 часов после индукции видно, что эффект больше заметен на больших расстояниях от протаспейсера. Таким образом, мы сделали вывод, что делекция РЕКД замедляет распространение бреши, так как интерференция на больших расстояниях существенно снижается. Для белка РУФС было показано, что он никак не влияет на криспроадаптацию, однако выяснилось, что оба мутанта вилка по белку РУФС АМ1-2, АМ1-11. В обоих мутантах существенно снижена криспроинтерференция на всех расстояниях от патаспейсера. Эффект независим от времени после индукции. Таким образом, делекция РУФС снижает эффективность криспроинтерференции. Для белка РЕЧЕ транслоказы, которые распознают застрявшие любопоказиенные вилки и сейчас в процессе препарации гомологической комбинации было показано, что он необходим для промерной CRISPR-адаптации, то есть для CRISPR-адаптации, которая проходит с участием каскад-комплекса. Однако на CRISPR-интерференцию дилетция Ригжей никак не повлияла. Для обоих мутантов AM2-2 и AM2-3 не выявлено значительных эффектов при любом времени после индукции любых расстояний под протоспейсером. Показано, что дилетция РНХА увеличивает область разрыва. Мы видим, что на больших расстояниях под протоспейсером эффективность интерференции значительно повышена по сравнению с условным штаммом. Таким образом, в результате работы сделаны следующие выводы. РФЦ, РЕГД и РНХА, участвующие в поддержании стабильности генома, играют роль в CRISPR-интерференции, тогда как РЕГЖ не оказывает влияния и можно предположить, что РФЦ может непосредственно взаимодействовать с CRISPR-интерференцией и с интерференциальным комплексом, а РЕГД и РНХА с возникающим разрывом. Дальнейшие исследования будут проведены для объяснения молекулярных механизмов этого взаимодействия. Спасибо за внимание. Направление в минус-сторону и в плюс-сторону это было как-то произвольно. Какой-то минус, какой-то плюс. Просто на этот вопрос надо было отстать как раз. Есть большая разница между минусом и 140, а плюсом и 120. Есть какое-то объяснение? Таким образом, да. Видимо, это как-то связано с движением этих белков. Минус и плюсом чем определяются? У вас для каждого опыта, для каждого слайда был один сайт разрыва? Да, один протоспейсер. Да, один протоспейсер. То есть даунстрим, австрим. Спасибо. Еще вопрос. Можно спросить? Потому что мы ничего не понимаем, но вы сначала говорите, что литературные данные показали, что вот там нашло, то оно не влияет. А потом мы свои данные. Какая корреляция между тем, что литература и то, что вы делаете? Мы на самом деле, да. Необходимые проверения, а то, что у вас на интерференции влияет, это как-то связано с тем, как белки на самом деле взаимодействуют. Мы проверяли их результаты, они на самом деле совпадают. Но точно механизмы пока выяснить не удается. То есть нет, противоречия между тем, что литература не показывает? Противоречия нет. Потому что это разные механизмы и адаптация интерференции. Они смотрели на адаптацию. Адаптация интерференции могут быть вообще не связаны. Вопрос к подоплению всего этого. Самая задача, для чего в принципе делается? Сколько это перспективно полагается использовать эти знамя для предполагных? Зачем взаимодействие объяснять в принципе? Да, это очень важно для редактирования, например, прокариот. Почему возникают сейчас проблемы в редактировании прокариот с помощью хриспро-системы? Потому что прокариот не такая система репарации ДНК, как у эукариот. И поэтому применение очень ограничено. Поэтому выяснение этого взаимодействия очень важно. А вот времена, вы сказали, что никаких временах даже не получалось. А потом вы получили на 4 часа? Да, потому что на 4 часа самый большой эффект. И мы смотрели время в 2-3-4, а дальше редко уже начинают погибать. И поэтому эффекты... Ну что, если у нас вопросов больше нет, поблагодарим Велину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем добрый день. По званию уже прочитали. Ну, существует много разнообразных систем для оценки цитотоксичности. Они различаются как по биохимической составляющей, так и по способу детекции. Большинство этих методик довольно трудно адаптировать для высокопроизводительного формата. Поскольку методики, которые основаны на действии ферментов в живых клетках, требуют дополнительных шагов добавления субстратов и буферов для проведения ферментативных реакций. Помимо биохимической части теста с увеличением числа образцов начинает играть роль скорость детекции, что в случае микроскопии в качестве детекции является лимитирующим шагом. А с другой стороны, все эти известные тест-системы не позволяют оценивать выживаемость индивидуальных культур при совместном их культивировании. Целью нашей работы было создание высокопроизводительной тест-системы для оценки потенциальной противоопухолевой активности и цитотоксичности химических веществ на основе сокультивируемых клеточных линий с постоянной экспрессией клеточных белков. Мы поставили следующие задачи. Разработка системы детекции, подходящей для воспроизводительного скрининга, создание клеточных линий для тест-системы и оценка потенциальной противоопухолевой активности, клеточной токсичности в пилотной серии образцов. Мы хотим скультивировать клеточные линии для определения потенциальной противоопухолевой активности. Для этого нам надо выбрать для нашей тест-системы модель опухоль и модель нормы. Затем эти клеточные линии, в их геномы путем лентивидорчной интеграции были внесены флюоресцентные белки. Детекция происходила на флюоресцентном сканере Typhoon с высоким разрешением. Максимальное разрешение этого сканера 10 микрометров, сопоставимо с размером клетки. Также данный метод детекции позволяет наблюдать токсическое действие веществ в динамике, поскольку для детекции не требуется разрушение клеток. Также, в отличие от микроскопии, время сканирования не увеличивается с увеличением количества лунок и одновременно уменьшением их площади, то есть изменением формата планшета. Таким образом, мы преодолеваем некоторые минусы известных тест-систем. Изображение, полученное Typhoon, обсчитывается следующим образом. Из изображения, из изображения вырезаются отдельные лунки, затем они дуплицируются и копии претерпевают сглаживание по гаусиану, затем вычитается из исходных лунок полученные лунки и полученные изображения для наглядности представлены в инвертированной лукап таблице fire. Затем из этих лунок вычитается пустая лунка, которая претерпевала те же самые обработки. В полученных изображениях мы детектируем два параметра. Это процент площади, что есть количество ненулевых пикселей, и процент интенсивности. Это сумма интенсивности всех пикселей поделена на максимальную интенсивность лунки, то есть, когда все пиксели имеют черное изображение. Здесь в качестве примера используется клеточная линия HEG-293, в которой экспрессируется дежуцентный белок МЧЕРИ. Здесь максимальное разрешение. На этих же клетках HEG наша система детекции была верифицирована на известных химиотерапевтических препаратах, таких как доксуробицин, этапозит и цисплатин. В качестве примера здесь приведены данные для этапозита. Помимо нашей системы, которая меряет два параметра процент площади и процент интенсивности, проводился также распространенный тест на цитоксичность. Видим, что доверительные интервалы для всех трех измеряемых для наших тестов они довольно сопоставили. Как уже я сказала, плюсом нашей системы, что можно смотреть токсичные вещества в динамике. Здесь опять клетки HEG-MЧЕРИ. В первый день клетки одинаковые, потом в первый ряд и в третий ряд добавлялись доксуробицин, это позиция ответственная. В центральный ряд это просто лунки без добавления каких-то химических веществ. И видим, что довольно наглядно уменьшение клетчатых клеток относительно референсных клеток. Все-таки про культивацию мы выбрали две клетчатые линии, которые удовлетворяют, как мы считаем, нашу модель. В качестве модели опухоли мы выбрали клетки аденокарсиномы легкого человека, А549, и в качестве модели нормы мы выбрали иммортилизованные фиброласты легкого человека. В А549 экспрессируют МЧЕРИ, в А13 экспрессируют и GFP. На картинке А549 представлены в желто-красной гайме, в А13 в зеленой. Внизу мы к культивируемым клеткам добавили антибиотик амикумацин в разных концентрациях, максимальной концентрации и минимальной концентрации. Видим, что при увеличении концентрации амикумацина видим только клетки в зеленом канале, ну только зеленые клетки. Это значит, что этот антибиотик более токсичен для опухоли клеток А549, нежели чем для ВА13. Внизу представлена такая же раститровка для ДМСО, и видим, что никаких изменений в соотношении количества клеток нет. Для наших экспериментов мы подбирали условия культивации, культивирования и посева клеток. На данном слайде для клеток А549 представлена зависимость площади интенсивности сигнала от времени инкубации и числа посеянных клеток. Здравствуйте. Ну и мы провели тестирование пилотной серии химических соединений и сравнили результаты IC50 с результатами МТТ. По этим гистограммам видно, что значение IC50 для ВА13 у нас завышено относительно результатов МТТ, что, возможно, говорит о необходимости доработки нашей модели. Ну и выводы. Создана высокопроизводительная система для оценки потенциальной противопухолевой активности и токсичности химических веществ на основе сокультивируемых клеточных линий с постоянной экспрессией подорезентных белков. И новая система опробована на пилотной серии химических соединений и значение IC50 для А549 сопоставимы с МТТ, но отличие значения IC50 для ВА13 от результатов МТТ говорят о необходимости доработки системы. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос, пожалуйста. У меня совсем запутались концентрации. Во-первых, что такое третий слайд? Что такое разрешение 10 микромоверных? Нет, третий. Ну, что один пиксель у нас... Один пиксель размером 10 микрон. Микрон? Да. Смотри, третий слайд. Это что, микромоли? Микро... Дальше у вас пойдут уже микромоли, которые обычно пишут симбиумы. Да? Хорошо. Еще дальше. Восьмой слайд. У вас здесь вообще не написано, действие на симбиуме чего икс? Ну, здесь у нас неочищенный препарат, поэтому мы не знаем количество амикумацин. А, это неочищенный препарат. Да, и поэтому мы не знаем, поэтому концентрации подбирались опытным путем, и просто это разведение от какой-то исходной концентрации. А дальше у вас уже опять микромоли или что? Здесь. Еще дальше. Здесь уже нормально. Да, здесь микромоли нормально, да. Очень много микромоли, все означает разное. И второй вопрос, а вот когда вы вводите туда вот эти все методы, в первую цепочку, да? Угу. А клетка от этого что, она не меняется? Ну, мы считаем, что интеграция происходит в разные места генома, и поэтому мы смотрим среднее по популяции клеток, и средний ответ клеток, мы считаем, что он относительно нормальный. Может, поэтому у вас там разница какая-то получается? Ну... Потому что если клетка что-то так поменяет, может, она будет такая? Ну, может. Задумится раковая по-другому, или не раковая вообще? Ну, может быть. Спасибо. Еще вопросы? Почему вы думаете, что антитит у вас не берет? Никто не знает, но просто это такой метод, который распространен и часто используется для определения. А плотность в лунке? Какой вы вообще работаете? Примерно. Ну, я высеваю 4000 на лунку клеток суммарно, на 26-муночный планшет. То есть вы вообще автоматически или руками не делаете? Ну, робот. Робот высевает? Да. Ага. То есть у вас в каждой лунке все-таки одинаковое получается? Да. При глазу мы видим, что оно более-менее одинаковое, да? То есть он ровно это делает? А все равно, ну, это вот относительно монослоя в лунке. Это сколько процентов монослоя? Когда вы высеваете на момент высевания? На момент высевания не знаю, но знаю, что к третьему дню оно точно выходит на монослой. На третий, четвертый день уже не стоит. А а где вы делаете как? Точно так же. На третий день. 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 Очень лёртый. А если вы можете делать на меньший? Если меньше, то почему-то не хотят они расти. По тринадцатой клетке они очень медленно делятся, и они очень чувствительны к количеству своих же клеток в лунке. Поэтому если высевать меньшее количество, мы пробовали и две тысячи высевать, и одну тысячу, чтобы как-то... Ну да, вообще хорошо. Спасибо. Можно ли я вас спрашиваю? Я не понимаю, как вы определяете IC50, если вы детруете концентрацию ваших веществ? Если вы детруете, то, например, какая вот скорость, столько веществ на одну плашку будете отценить? Ну, обычно одно вещество в восьми концентрациях, то есть это в вертикали, так на одной плашке двенадцать веществ. Но это должно быть еще какой-нибудь референс, там, ДМСО добавляем вместо, и крайние лунки все равно стараемся не использовать, поэтому пусть будет десять препаратов. То есть если смотреться, то у вас можно официально найти... То есть... А, ну, я понимаю, вы, в принципе, можете изменить диапазон поисковых цитраций. Да. Вы тоже цитровали, потому что у вас... Вы начинаете прямо уже с микрономии конституции. Ну, еще можно переходить на формат 384, ну, 384 лунки тоже это работает. А какие-то нагрузки мы собираем вас лично? Для меня никаких, робот-капы. Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть? Нет? Вам спасибо большое. Спасибо. И сейчас нам в тралин-дюйте расскажут об исследовании антимикробных свойств от СОЗОВ и АЗОВ и АЗОВ и ГИЦЕВ и ГИЦЕВ и ГИЦЕВ и ГИЦЕВ и ГИЦЕВ и ГИЦЕВ. Добрый вечер, господа. Я хотел бы рассказать о своей работе, которая называется «Изучение свойств не только антимикробных, а ЗООВ и АЗОВ 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 и АЗОВ. Итак, сейчас очень сильно и много говорят о вторичном метаболизме бактерий, и вторичный продукт вторичного метаболизма могут использоваться в самых различных сферах от детергентов и красителей до антимикробных препаратов. И именно антимикробные вторичные метаболиты очень часто бывают закодированы в отличный пример от грибных пептидов либо сомально, а затем потерпевают пострансляционные модификации. Одним из классических примеров является МСБ-оперон и Шерихи-Коль, в котором закодирован небольшой пептид, ферменты его модификации, транспортеры его из клетки и ген МСБ-Г, который обеспечивает аутоиммунность из клетки к собственному ингибитору, ингибитору гераза. Вопрос о поиске новых веществ такого типа в различных геномах не очень прост в связи с тем, что эти рамки очень часто пропускаются системной автоматической аннотации генома, и поэтому их удобно искать, используя гомологию между, например, другими генами оперона, такими как ферменты модификации. Таким образом, в геноме клепсиэлопнемонии, который был опубликован осенью, нами был обнаружен вот такой оперон и рамка считывания перед ним, которая была не аннотирована, и она кодирует небольшой пептид, который совершенно не похож на таковой из-за шерифии Коли, и поэтому целью данной работы было всесторонне охарактеризовать обнаруженный в геноме клепсиэлопептид. В рамках данной цели были поставлены задачи по гетерологической экспрессии этого пептида, выяснению его спектра действия, определению его мишени по возможности и химической структуры. Начнем по порядку. Гетерологическая экспрессия нами проводилась в различных штаммах шерифии Коли и с различными конструкциями. Наиболее удачной является двухплазмидная конструкция, в которой ген непосредственно самого пептида закодирован в одной плазмиде и производится под Т7 промотором в большой концентрации, а генов экспортеров и белков модификаторов производится в другой плазмиде и меньше. Рост производится на минимальной среде и уже при высокоэффективной жидкостной хроматографии культуральной среды мы видим пик необходимого пептида. Затем на нами был разработан протокол очистки данного вещества с последовательным использованием C18-картриджа, после которого мы видим, что хроматограмм становится значительно чище и появляется характерная структура из трех пиков, которых я скажу на следующем слайде. И таким образом мы можем получать чистое вещество в концентрациях до 20 мг на литр культуры, что, в общем-то, неплохо и позволяет нам делать дальнейшие эксперименты. В прямоспектрометрическом анализе полученных пиков мы видим, что пик 1 состоит из вещества с массой 1992, а остальные два пика имеют вещество 1974, и во втором пике содержатся некоторые более мелкие фрагменты. Для интерпретации спектрофрагментации MSMS мы получаем следующие данные. Вещество 1992 соответствует пептиду, в котором произведены четыре модификации, такие же, как в микроцине B. Это три теозольных и одно аксизольное кольцо, которые получают циклизацию двух последующих аминокислот, и отрезается лидерный пептид перед серином. Кроме того, вещество 74, разница масс которого составляет 92,18, имеет некую модификацию, природе которой посвящен следующий слайд. У нас есть ряд косвенных данных, указывающих на природу этой модификации. Во-первых, есть минорные формы пептиды, продуцирующиеся в среду и отрезанные неправильно. Они не содержат минус 18 модификаций. Второе, что можно сказать, это то, что вещество 74 не реагирует с селективными агентами, метящими NH2-группами, такими как йотоцитамид или, представленные на слайде, флюорискамин. И, следовательно, в него вовлечена N-концевая группа. Поскольку лизинов или аргининов в пептиде нет. Кроме того, нами были получены некоторые мутанты по трем первым аминокислотам пептида, которые показывают важность различных аминокислот для прохождения этой мутации. И, например, серин-1 не важен, серин-3 важен, потому что не продуцируется аналог с модификацией. Кроме того, нам удалось обмануть комплекс производства циклов циклазу, потому что вот такой мутант, в котором вместо серина вставлен цистеин, дает нам нормальный теозольный цикл с минус 20 модификаций в этом месте. Это наводит на мысль о том, что на первой стадии прохождения такой модификации происходит обычное образование аксозолового цикла в позиции, соответственно, SQ, и затем аминогруппа атакует четвертичный атом углерода и формируется концевой шестичленный цикл с двумя азотами, который затем восстанавливается, что и дает нам модификацию. Это все косвенные результаты, и в дальнейшем мы собираемся подтвердить с помощью ядерно-магнитного резонанса. Почему это все интересно и вообще, почему этим занимаемся? Потому что это вещество имеет антибикробные свойства. Вот предвидены примеры против четырех штаммов шериха и коли, в том числе против изолята из человека, не патогенного. Но нам не удалось найти больше никаких бактерий, против которых вещество было бы активно. Мы пробовали некоторые клинические штаммы и почвенные и патогенные штаммы из энтеробактерий, вторая группа. Кроме того, нам были получены еще некоторые другие результаты. Так, например, разница активности антибиотика на богатой и бедной и богатой минимальной среде. Это можно видеть на этой картинке. Вещество не вызывает сос-ответа в клетках шерихи и коли. Это опыты по получению сос-ответа. Здесь видно ГАЛО в контроле. Вокруг зоны ангибирования нашего вещества не развивается ГАЛО. И вещество транспортируется с помощью транспортера СБМА, как и микроцинт-Б, шерихи и коли. Мутанты по СБМА менее чувствительны к веществу. Кроме того, нами были получены 16 различных мутантов, которые устойчивы к веществу. Получались они различными типами. Чтобы не получать тривиальных мутантов по СБМА, потому что мутация в этом гене, очевидно, сделает бактерию устойчивой, мы трансформировали БЛ-21 и БВ-25-113 плазмидами, содержащими СБМА. И вторым вариантом продукции мутантов была эндогенная продукция пептида, когда мутировался ген Е, и такая бактерия не выкидывала вещество из клетки, она капливала ЛСБ, и мутанты тоже появлялись. Все мутанты были полногеномно отсеквенированы, и мы получили набор генов. В том числе все БЛ-21 мутанты дали транспозиции либо точные мутации в системе ОМПР-ОМПФ. ОМПФ – это один из паринов мембранной шерихи коли, и, судя по всему, в БЛ-21, где паринов много, это еще один способ выхода в клетку, то есть мутанты тривиальны. Кроме того, два гена, на которые мы обратили наше внимание – это РСЯ и СПЦ. СПЦ – это орнитин декарбексилаза, который участвует в синтезе полиаминов, но этот ген необязательный для выживания коли, дельта СПЦ клетки вполне себе живут. РСЯ – это антисигма-фактор, который участвует в ответе на стресс осматический и другие стрессы экзогенного характера. Поэтому, скорее всего, среди данных мутантов нет предполагаемой мишени данного белка, данного пептида. В общем, мы продолжаем наше исследование в этой области. Кроме того, за зиму прошло довольно много времени, и появились новые геномы. Если осенью мы не могли найти гомологов близких по ферментам модификации, то на сегодняшний день их находится три в свежих геномах. Это пантея ананатис – это бактерия, вызывающая гнили различных овощей, например, лука. И сейчас мы клонируем ее перон. Это Type-D симбионт – неокультивируемая бактерия из вот такого вот клопа. И, что более странно, это альфа-протобактерия, это свободно живущий морской генитрификатор псевдовибрио, который, правда, имеет меньшее значение identity. Я привожу здесь identity по последовательности. И вот примеры закодированных в их геномах веществ. Мы не знаем, синтезируют они их или нет. По крайней мере, для пантея это тоже не показано. Она не синтезирует. Итак, была получена система для продукции вещества. Была, так или иначе, определенная его структура с точностью до минус 18 модификации на N-конце. Показана антимикробная активность против ряда штаммов Е-коли. И несколькими независимыми методами получены антиквинированные мутанты. В этом году выявлен список генов, вероятно, участвующих в формировании устойчивости к антибиотику. Кроме того, обнаружено несколько оперонов, демонстрирующих некоторые сходства с данными. Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников нашей лаборатории, принимавших участие в экспериментах моих научных руководителей, а также отдельно Марину Васильевну Серебрякову за исследования, связанные с масс-спектрометрией, Петра Владимировича за предоставление конструкций и группу Марии Дмитриевны Логачевой за полногеномное сквенирование наших мутантов. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос, пожалуйста. Можете рассказать, какой тест на свой патриат и как на 9-м слайде из наличия гала Вопрос, что у вас есть? Ну, это вопрос скорее к Ире, которая на прошлой сессии была. Ну, это та же история про накопление флюоресцентных белков. То есть здесь нет флюоресцентных белков, просто здесь это обычная фотография в световом диапазоне. И просто вот этот ципрофаксоцин индуцируется в соответствии в клетках и на краю зоны ингибирования появляется гало. Это на самом деле просто желтофлюоресцентный белок, но это просто фотография в видимом свете. и в этом все дело. Такой вариант. Получается, что эти микробные пептики, то как бы человечеству не нужно? Совершенно не нужен человечеству. Это хорошие бактерии, чтобы жили как плохие, да? Нет, он, очевидно, не нужен человечеству, потому что за один день у меня появляются явно мутанты. В основном это связано с транспозициями. Он очень... Нет, я имею в виду. Я имею в виду, что он специальный клептит, да? Который продуцирует плохие бактерии, которые... Ну, они же дыхательные клептики. Клепсиелла, скорее всего, его не продуцируют. Мы предполагаем, что у нас нет штамма клепсиелла, потому что он патогенный, и у нас есть только геномная ДНК из нее. Но мы предполагаем, что он... Она не продуцирует, сколько самой клепсиеллы. Скорее всего. А что такое аутоиммунность? Аутоиммунность следующим образом развивается. Там, собственно, как работает микроцин-Б. Микроцин-Б блокирует комплекс геразы с ДНК, когда гераза делает двухцепочный разрыв. И такой застопоренный комплекс приводит к дальнейшему деградации клетки. Предполагается, что белок МСБГ, будучи пентапептидным белком, мимикрирует под ДНК и вытесняет ДНК из этого комплекса. Это такой очень отрицательно заряженный длинный белок, свернутый в очень устойчивую структуру. Это называется аутоиммунность? Да. Ну, это, по сути, аутоиммунность. Клетка защищает себя и свою мишень антибиотика внутри себя. И последнее. Вот у вас на следующий рисунок, по-моему, да? Еще дальше. Вот этот вот печок, как предыдущий, вот этот печок, который у вас красным помечен, а как вы узнаете, что это то, что вам нужно использовать? Ну, я собираю этот пик и даю нам аспектры то, что нам нужно. А вы все пики собрали? Нет. На самом деле мы изначально, конечно же, пытаясь понять, где наш пик, мы делали контрольную культуру, в которой не делали индукцию и определяли, какой пик отсутствует на хроматограмме при общих равных. Поглощение вымеряется? Извините. Здесь поглощение меряется 254-280, 280 на пептиды, собственно, а 254 – это теозольные и аксизольные кольца. То есть специально ловили все эти кольца? Да, там, собственно, 204 – это именно вот эти кольца. Может, все-таки не сразу стоящие гену, если вы придумали, потом все пик? Нет, конечно. А хроническую цифру посмотрели, да? Нет, это тоже. Да, пожалуйста. Как раз вы составляли вообще этот оперон среди партерии? Оперон? Ну, оперон, гена которого близко. Ситуация следующая. Вообще, теозолоксозоломодифицированных пептидов великое множество. Их продуцируют очень многие бактерии. Например, очень много среди цианобактерий. Но дело в том, что ферменты, которые входят в оперон, очень разнообразны. И, например, ферменты вот такого типа оперонов, они со шерихиколи плохо соответствуют, хотя, казалось бы, это похожие опероны. И вот четыре оперона мы нашли, которые, они действительно похожи между собой. Но все остальные они похожи слабо, просто если смотреть по гомологии. Но, в принципе, среди бактерий теозолоксозоломодифицированных пептидов очень широко. Про плазмиды я, наверное, сейчас точно не отвечу. Но ты, наверное, имеешь в виду последнюю историю про то, что вот это может быть горизонтальным переносом. Ну, вероятно, но как бы это надо смотреть. Я сейчас говорю, не скажу точно. Да, это вполне геномная ДНК, с геномной ДНК поднимается. Это рамка в начале перона, либо перед ним, да, совершенно верно. Вот. А в чем тогда логика сравнения идентичности всего оперона? Это идентичность всего оперона или… Это идентичность по конкретным генам. По гену B, C, D и D. Да. И вот здесь какая-то логика, потому что, на самом деле, те основания должны взывать рамку, потому что они должны иметь действие на этот оперон. Рамка – это оперон, который затем модифицирует тот пептид, который синтезировался в этой рамке. Они связаны. То есть вот все эти белки, которые вы озвучили, они синтезируют пептид. Да, ситуация следующая. Я, может быть, проскочу быстро. Вот пептид синтезируется, да. Это пептид с рамки А. Маленький, короткий, просто пептид. Дальше есть гены B, C, D, которые участвуют вот в этих модификациях. Вот, собственно, ген B – это флавин-зависимая дегидрогеназа, например. Ген C, D – это АТФ-зависимая, ну, циклаза, условно говоря. И они, соответственно, это оперон. То есть они связаны с этой рамкой. И так как рамка маленькая, то сравнение и поиск таких рамок просто сложно. Потому что это рамка, надо и легче ориентироваться на тех, кто модифицирует, чем искать, собственно, само вещество. И вы таким образом пытаетесь найти рамку, в котором можно поиск на народном хозяйстве. Да, и… Кто найдет? Найдет. Хорошо, спасибо. 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 Спасибо.